добрый день мои дорогие друзья а также гости моего канала я рада вас всех приветствовать на своем канале и это будет гороскоп на апрель для знака зодиака весы и смотреть этот прогноз можно и по солнечному знаку и по знаку асцендента ну что ж дорогие весы для вас любые трудности в апреле будут проходить проще и быстрее чем для других знаков просто обстоятельства в жизни будут играть вам на пользу а из любой проблемы вы если захотите в апреле можете извлечь для себя пользу но чтобы защитить в этот период себя от плохого настроения от депрессии учитесь чему-то новому погружайтесь дорогие весы в учебный процесс и сейчас у вас будет достаточно времени чтобы вы научились чему-то новому девиз вашего месяца используйте свободное время с пользой для себя но давайте обо всем по порядку солнце до 20 апреля будет знаке овен и солнце будет освещать в этот раз ваш седьмой дом дом брака партнерства дом договоров контрактов оппонентов и этот месяц окажется достаточно спокойным для вас насколько это возможно в период этого времени сейчас многие из вас могут достигать того что вы хотите и при этом не прилагать каких-то огромных усилий до 20 числа солнце будет помогать вам помогать в ваших взаимоотношениях с другими людьми и конечно это хорошее время для совместной работы для того чтобы договориться достичь компромиссии для примирения прекрасный период и это касается как ваших личных отношений так и делового сотрудничества сейчас вы сами будете готовы к мирному диалогу а не к спорам поэтому вам будет особенно просто сейчас договориться с людьми и также это касается вашего начальства дорогие весы имейте это в виду потому что если сейчас вы захотите то скорее всего вы сумеете найти нужный подход но практически к любому человеку и вот в этом месяце благодаря этому ценному качеству дорогие весы многие из вас смогут договориться и даже достичь для себя какой-то выгоды какого-то финансового благополучия 4 апреля венера венера планета любви планета финансов управитель вашего знака планета комфорта красоты гармонии перейдет в знак близнецы а это ваш девятый дом дом расширения горизонтов расширения мировоззрения дом который связан с рубежием с контактами с высшим образованием с религией путешествиями и юридическими делами венера управитель вашего знака и поэтому дорогие весы конечно же она будет опекать вас и помогать вам и вносить гармонию и понимание вот тема девятого дома венера будет помогать вам будет давать вам везение например если вы будете оформлять какие-то документы которые могут касаться за границей или каких-то юридических процедур ну и вообще если вы будете сдавать экзамены или какие-то зачеты то здесь венера тоже вам поможет и вы сделаете это проще если у вас идут в этот в это время какие-то юридические процессы то опять же венера будет сюда вносить гармонии и все будет складываться сейчас в вашу пользу венера планета денег поэтому конечно же она может принести вам повышение ваших доходов особенно для тех весов кто работает в сфере экспортно импортных услуг в сфере которая связана каким-то образом за границей или если ваша работа связана с вузами юриспунденции то вот здесь весь вам тоже может быть повышение доходов или же вы можете в этот период получить при поддержке венеры финансовую помощь от ваших родственников которые работают за границей ну а также возможно что кто-то из вас дорогие весы в апреле может получить приглашение на работу за границей или же у иностранного работодателя в вашей стране и нужно удивляться что сейчас карантин между прочим все это возможно в наше время просто посредством интернета и можно работать из любой точки мира на расстоянии те кто находится в отношениях семейные весы те у кого есть пара вот в апреле вам тоже будет проще договариваться с вашим партнером конечно же венеры принесет гармонию ваши взаимоотношения и любовь и вот какие-то прошлые ссоры которые были по мелочам они сейчас просто отойдут на второй план вы сейчас будете лучше понимать партнера будете готовы ввести с ним разговоры на важные темы и вам станет легче договариваться сейчас вам дорогие весы конечно же нужно сосредоточиться на каких-то общих целях общих планов о которых вы уже раньше договаривались со своим любимым человеком и возможно что именно в апреле вы будете просто планировать путешествие или будут новости какие-то приходить к вам из-за границы и вот это тоже станет темой ваших обсуждений ваших разговоров и кто-то будет сомневаться кто-то будет решать что же ему делать дальше для тех весов которые уже находятся в длительных отношениях вот апрель может стать такому моментом духовного единения с вашим партнером когда вы поймете что вы хотите чего-то большего и например кто-то из вас решит повенчаться в церкви и начнет подготавливаться к этому важному событию вот часто такое положение венера в девятом доме она говорит о том что может быть заключение брака за границей в этот период конечно за границей это невозможно но вот может быть брак с иностранцем или с человеком другой веры или брак будет происходить в соответствии с многих из вас одиноких весов этот месяц может стать временем таких необычных знакомств возможно что произойдет знакомство и такое начало отношений на расстоянии в интернете и не обязательно что этот ваш новый знакомый будет иностранцем просто он может быть отличным от вас у него могут быть другие корни другая национальность культура другая вера или язык ну а также у одиноких весов могут быть знакомства с людьми чья профессия или род занятий просто будет связан каким-то образом за границей например это будет переводчик или учитель иностранного языка или дипломат ну или просто шофер дальнего исследования таких профессий очень много которых связаны за границей ну и очень перспективно знакомство конечно же в апреле будут на просторах интернета поэтому дорогие весы если вы хотите найти свою вторую половинку просто будьте активны социальных сетях регистрируйтесь на международных сайтах знакомств и не стесняйтесь первыми начинать общение тем более что у многих сейчас из вас появилась масса времени и вот возможность начать какие-то серьезные отношения в апреле она вполне реальная дорогие весы несмотря на то что расстояние сейчас будет разделять вас поэтому пользуйтесь этим периодом 4 апреля соединение юпитера и плутона и вот это соединение заложит новые 12 летний цикл соединение что произойдет в знаке козерог это ваш четвертый дом дом семьи дом ваш ваш дом дом недвижимости и плутон является управителем вашего дома денег дорогие весы и вот это одно из трех соединений за год этот аспект называют аспект миллионеров и конечно же это означает что в период этого соединения можно получить большие возможности для того чтобы заработать плутон разрушает всегда все старое он трансформирует и возрождает заново а юпитер он дарит удачу дарит возможности он все увеличивает и расширяет и вот в декабре 2007 года уже было подобное соединение попробуйте вспомнить что происходило в вашей жизни что-то подобное может происходить и сейчас в январе у вас было соединение также сатурна с плутоном и также в вашем четвертом доме семьи недвижимости вашем доме и конечно же это соединение таких двух важных планет но достойно рассмотрение достойно отдельного видео которое я постараюсь сделать где мы с вами подробнее сможем разобрать эту тему следите за новостями на моем канале но если коротко то для вас дорогие весы начинается процесс трансформации что-то будет трансформироваться что касается ваших родственников ваших родителей вашего дома семьи и многих ждут перемены с недвижимостью это может быть и продажа и покупка недвижимости ремонт но если вы мечтаете о своем доме то вы дорогие весы должны сейчас очень хорошо понимать где вы хотите жить это дом или квартира представьте себе какого размера вот продумайте все досконально в каком городе в какой стране как это должно выглядеть и еще кто-то из вас сейчас может создать семейный бизнес и тогда это будет отличная возможность для того чтобы повысить конечно же свой финансовый уровень и начать зарабатывать на этом и вот то что вы создадите сейчас она будет на долгие годы но по крайней мере на 12 лет вперед жизнь вообще у вас может поменяться кардинально это может быть для кого-то просто создание семьи или же рождение детей с 1 по 10 апреля состоится встреча планет марса и сатурна в вашем пятом доме пятый дом дом любви дом нашего хобби и собственного бизнеса детей творчества дом радости так вот марс эта планета которая не дает нам лениться планет энергии и он всегда говорит нам вставай иди для нас нет преград мы всех победим надо быстрее делать дела а сатурн наоборот это холод это ограничение препятствия это упорство и сатурн всегда говорит не слушай его остановитесь подумайте хорошо нужно ли вам это стоит ли оно того поэтому вот это время когда нужно быть очень осторожными так как эти две планеты будут в этот период спорить между собой но как это может проиграться например у вас дорогие весы например вам захочется что-то сделать но вы не сможете это сделать по каким-то причинам или же пятый дом дом отпуска и ваш отпуск по каким-то причинам не состоится ну хотя бы из-за карантина дети могут раздражать пятый дом дом детей но вам придется себя сдерживать и проявлять терпение или же у вас были грандиозные творческие планы но сейчас вы не сможете их реализовать в бизнесе тоже могут возникать сложности из-за каких-то ограничений или же вы просто пятый дом дом любви и вы не сможете встретиться со своим любимым человеком несмотря на то что у вас очень страстные отношения но в любом случае чтобы не происходило вашей жизни будьте в этот период очень внимательны потому что этот аспект он вызывает повышенный травматизм зато надо же куда-то выкладывать энергию марса и вот вы можете упорно каждый день делать гимнастику это понравится и сатурну и марсу заниматься йогой танцевать и пусть даже делать это через интернет но все равно 6 на 7 апреля очень напряженный аварийно опасный период квадратура соединения марс сатурн к урану и вот в это время вообще нужно быть предельно осторожными во всем по возможности отсидеться дома в спокойной обстановке не выходить на улицу не отправляться ни в какие поездки здесь могут быть опасные какие-то неожиданные ситуации и на улице и на дорогах это могут быть аварии травмы но что угодно при уране и будьте внимательны при выполнении любых работ на дому при работе с электричеством при работе когда вы будете находиться на высоте поскольку эта тема урана здесь может ломаться техника в доме и компьютеры и телефоны и вот будьте внимательны восьмого апреля полнолуние солнце в знаке овен а луна в знаке весы в вашем знаке дорогие весы это ваш первый дом этого сами это тонк начала это ваша внешность того какое вы первое впечатление производите на других людей это ваш имидж ваш характер и конечно же этот месяц для вас станет таким месяцем подведения итогов у многих начнется новый этап жизни вот в этот день кого-то из вас дорогие весы может очень сильно задеть что-то морально эмоционально когда придет понимание о себе самом придет понимание о ваших партнерских отношениях полнолуние в вашем знаке может касаться любой сферы вашей жизни и вот полнолуние этим своим таким мощным лучом высветит эти ваши проблемы в вашей жизни и покажет вам какая-то важная для вас ситуация может подойти к кульминации и вы получите наконец-то результат своих трудов или поймете что вы хотите делать дальше возможно что что-то связанное с вашей внешностью с вашим здоровьем дорогие весы или с вашей карьеры семьей отношениями сейчас может подходить вот к кульминации кто-то может просто сменить имидж или почувствовать сейчас результат от той работы если вы работали например над своим здоровьем то вот сейчас вы почувствуете как это влияет на вас но кто-то может решить просто заняться спортом конечно же возможно получение признания возможно повышение особенно если вы работаете в сфере которая связана с красотой с внешностью или с выступлениями с общением ну а некоторые весы вот здесь могут вступить в брак кто-то встретит партнера для себя кто-то сменит жилье или же что-то прояснится в вашей карьере но полнолуние принесет результат в работе над собой в работе над своим телом в если вы работали и избавлялись от вредных привычек например то конечно же вы сейчас можете получить результат может быть даже исцеление от болезни если вы занимались своим здоровьем или же сейчас вам поставят правильный диагноз дорогие весы но вот последующие две недели до новолуния посвятите себе очищайте свой организм очищайте свое пространство это вам даст пойдет на пользу и еще это полнолуние дорогие весы принесет вам такое четкое понятие ощущение того кто вы где вы сейчас находитесь и куда вы хотите идти дальше до 10 апреля в меркурий меркурий это планета контактов учебы бизнеса коммуникаций будет в вашем шестом доме работы находиться шестой дом это еще и дом здоровья дом ежедневных дел обязанностей привычек но здесь нужно учитывать то что меркурий будет находиться в рыбах и вот в этот период меркурий создаст аспект с нептоном и тут это покровитель рыб это планета рыб и первая неделя апреля для вас скорее всего окажется самое сложное в этом месяце поскольку здесь может быть такое довольно странное заторможенное состояние какие-то дела они могут не продвигаться могут появляться какие-то проблемы ограничения а еще это будет такой период неясных мыслей фантазии размытости мышления все это конечно будет благодаря нептуна поскольку нептун напускает на нас туман и может быть волна фейковых новостей вот в этот период могут быть обманные обещания нечестные договоренности поэтому будьте внимательны и вообще это время когда в вашей работе может быть все совсем не ясно когда вы не будете знать что будет происходить дальше и вас это будет конечно занимать или же вы не будете знать что будет происходить дальше с вашим здоровьем с вашими ежедневными обязанностями и вот эту это время этот период лучше конечно посвятить духовным делам медитациям психологии и еще это время больше подходит для того чтобы уединиться обдумать все очиститься дорогие весы 11 апреля меркурий планета общения поездок учебы встреч перейдет в знак овен уже ваш седьмой дом седьмой дом это дом партнерства брака контрактов договоров оппонентов и конечно же меркурий заставит вас уже более активно начать общаться вести переписку подписывать какие-то бумаги заниматься оформлением бумаг возможно кто-то будет заниматься заключением или же наоборот расторжением каких-то контрактов договоренностей кто-то будет обзванивать своих клиентов но меркурий это еще планет общения поэтому он отвечает также за знакомство дорогие весы и вот поэтому в этот период в вашу жизнь могут прийти новые партнеры или же новые клиенты причем они могут быть даже иностранцами 19 апреля солнце переходит в знак телец ваш восьмой дом дом больших чужих денег дом риска интима каких-то непредвиденных ситуаций дом трансформации и вот уже в конце апреля вы можете заниматься больше оформлением каких-то выплат документов это могут быть алименты пособия больничные листы кредиты страховки наследство все что связано чужими деньгами и с большими деньгами ну а марс планета активности планета энергии работы страсти и агрессии проведет весь этот месяц в водолее в вашем пятом доме пятый дом дорогие весы дом радости дом развлечений игры детей дом любви а марс управитель вашего дома денег и не важно что чем вы будете заниматься в этом месяце дорогие весы какой именно активностью поскольку марс планета активная главное чтобы эта активность доставляли вам радость и удовольствие это хорошее положение марса поэтому многие из вас могут рассчитывать на то что вы будете хорошо себя чувствовать у вас будет хороший иммунитет и даже позитивное настроение единственное что может испортить вам настроение дорогие весы в апреле то это кто-то из вас может набрать лишний вес вот из-за переедания следите за своим весом и все это может происходить именно потому дорогие весы что вы сейчас будете хотеть получать от всего удовольствие получать эти приятные эмоции и радость поэтому конечно апрель хороший период для отдыха вообще работа сейчас вам будет даваться с большим трудом поэтому дорогие весы отдыхать набирайте сил и побольше общайтесь со своими детьми и с вашими любовными партнерами 23 апреля новолуния в знаке телец в соединении с ураном это будет денежная новолуния в вашем восьмом доме доме больших чужих денег кредитов субсидий наследства экстремальных ситуаций и доме интима конечно же уран в соединении с новолунием может принести неожиданные перемены вот сферы этого восьмого дома и могут приходить различные неожиданные новости которые связаны с темами восьмого дома конечно же это новолуния в восьмом доме прежде всего заденет сферу финансов и станет для вас таким временем когда вы почти весь месяц может пересматривать свои деньги ваши инвестиции ваши вклады у кого-то могут произойти коренные перемены в вашем финансовом положении или финансовом положении вашего супруга ну например ваш муж или жена получит новую работу или получит прибавку своей зарплате возможно получение кредита вот в этот момент хотя я вам не советую сейчас брать какие-то кредиты кто-то может получить наследство кому-то вернут долг но кому-то просто выплатят какие-то компенсации или государственные пособия но это хороший период для того чтобы оформлять наследство для различных банковских дел кроме взятия кредита в этом месяце ну и конечно же возможно финансовые сделки которые приведут вас хорошему доходу вполне возможно что в течение месяца некоторых из вас дорогие весы могут пригласить на работу в какую-то крупную организацию ну а восьмой дом это еще дом тайн дом трансформации поэтому у многих может появиться интерес к психологии к эзотерике к астрологии к таро к таро ну и отличный период для зачатия поскольку это дом интима для беременности для того чтобы освободиться от каких-то ваших вредных привычек для того чтобы поработать над своим подсознанием над своими страхами и фобиями дорогие весы будто это прекрасное время но те кто одиноки кто находится в поиске вот здесь в течение месяца вы можете встретить партнера ну пока только для интимных отношений могут приходить новости о том что у кого-то из ваших родственников может наступить кризис в их жизни и это может быть и болезни и какие-то даже операции ну а 25 апреля уран и солнце соединяются в вашем восьмом доме и вот это опять день когда может произойти что-то неожиданное что опять будет связано с чужими деньгами с большими деньгами с кредитами например ваш партнер может неожиданно решить выйти из бизнеса или банк поменяет условия кредита или вы неожиданно получите наследство ну или какие-то пособия от государства могут подойти ну и конечно же ваш партнер муж жена могут потерять работу или просто сменить работу что что происходит при уровне это очень неожиданно это то что нас шокирует и это очень трудно прогнозировать поскольку уран планета непредсказуемая 25 апреля плутон плутон становится ретроградным вашем четвертом доме семьи недвижимости в вашем доме и уже до 4 октября плутон будет двигаться в ретроградном движении и вот плутон он может поставить на паузу дела которые связаны например с переездом с покупкой с недвижимостью с продажей недвижимости или просто с ремонтом вашей квартире но вот все эти дела они могут затянуться до октября об этом будет отдельное подробное видео потому что это такое важное событие ну а 27 апреля меркурий перейдет знак телец ваш восьмой дом трансформации денег больших денег но его влияние вы почувствуете уже только в мае поэтому об этом мы с вами подробнее поговорим в гороскопах на май вот такой месяц ожидает вас дорогие весы берегите себя берегите своих близких удачного вам месяца и до встречи на моем канале а